Открытый диалог с Александром Непомнищим Возвращаемся к беседе с Александром Непомнищим Телефон в студии 847-400-5200 А пока давайте вернемся на Ближний Восток и поговорим о том, что происходит с Хамасом и с исламским джихадом Да, хорошо Буквально накануне выходных лидеры Хамаса и исламского джихада отправились в Каир для того, чтобы пытаться предотвратить крупное столкновение с Израилем после того, как они выпустили целых три ракеты одну в море, которая прилетела над израильским портом и две другие, которые не долетели, упали возле Газа И в ответ армейский дрон нанес удар по комплексу Хамаса в северной части Газы поскольку Израиль говорит, что Хамас смотрящий в Газе поэтому нас интересует, кто-то стрелял ракетами получать будет Хамас и его инфраструктуру И здесь нужно понимать, что вот эти отдельные выстрелы последнего времени их нужно видеть в контексте того, что вот эти самые организации пытаются сейчас создать себе имидж таких мощных инструментов влияния на Израиль мол, типа мы можем стрелять ракетами, вот мы можем даже стрелять, когда мы сами захотим в некотором смысле, в некотором роде это и попытка показать или скрыть свою несостоятельность в чем дело? а дело в том, что и у Хамаса, у исламского джихада сейчас колоссальная проблема с запасом ракет эти ракеты они сами производить не могут то есть что-то они могут делать и лаборатории, так сказать, заводы в сарае, где они лепят такие болванки примитивные их периодически Израиль уничтожает серьезные ракеты, которые могут куда-то далеко полететь ты их в лабораториях, так сказать, в сарае, в Газе не сделаешь их делают Иран или их, так сказать, делают другие производители ракет и потом их нужно поставлять в Израиль то есть не в Израиль, а в Газ приходят они разными путями но сейчас так получилось, что в общем заблокированы и источник Хамаса, и источник исламского джихада Хамас получал ракеты из Ливии Ливия рухнула, склады с оружием были разворованы там еще очень много ракет которые Хамас потихонечку из Ливии через Египет поставлял в сектор ГАЗ но сейчас египетская блокада сектора с южной стороны она очень серьезная и по сути дела Синай, который, кстати, раньше был в бесхозной зоне, сейчас египтяне очень жестко контролируют не дают провозить там конвои с оружием и не только, и не столько из любви к Израилю это очень чисто прагматический расчет Ассиси у Ассиси серьезная война с исламскими, мусульманскими братьями у него сейчас, он, так сказать, поддерживает генерала-халифа Хафтара в Ливии, который пытается захватить Триполи и другие, так сказать, главные объекты ливийские и там ситуация сложная поэтому еще, чтобы началась какая-то заваруха со стороны Хаф-Хамаси, отвлекающая внимание Ассиси совершенно не заинтересован поэтому он очень четко блокирует эти самые ракеты и Хафтар тоже воюет в Ливии так сказать, поставки нарушены Хамас сидит на бабах, ракет у него на самом деле нет но у исламского джихада, который получал ракеты из Ирана у него другая проблема Иран, Хизбалла обеспечивали всякими разными способами через вот Израиль блокирует и проверяет поставки но герметично все равно, как мы понимаем, блокироваться нельзя но проблема сейчас в том, что санкции, которые Америка применяет против Ирана и против Хизбаллы, как фактически щупальца Ирана они настолько жесткие, что у Ирана просто перестало хватать денег то есть ему теперь нужно решать проблемы внутри страны ему нужно сдерживать там все свои войны, которые он закрутил в разных регионах и ему теперь Хамас и Хуты в Йемене это уже не самый первый приоритет и посылать туда ракеты у них сейчас денег мало потому что это же не только ракеты нужно всю поставку обеспечить все перевозки, на это все денег не хватает и в этом смысле и у Хамаса, и у исламского джихада ракет практически нет и поэтому вот эти выстрелы в некотором роде как бы это попытки Хамаса и исламского джихада своим боевикам и своих боевиков убедить в том, что они что-то способны сделать это такое вот как бы преодоление комплекса поэтому в Израиле, конечно же, в чем проблема еще в том, что есть СМИ, которые очень любят нагнетать панику и тут с одной стороны как бы нагнетается паника просто из любви к искусству чтобы рейтинги повысить а с другой стороны, чтобы показать, как все плохо и как нам нужно скорее пойти на уступки, иначе все пропало и вот в Израиле страшно муссирует сейчас тему что ракетные обстрелы Хамаса и исламского джихада сорвут Евровидение и такое буквально ощущение, что они сами подсказывают Хамасу и исламскому джихаду ну сорвите уже, пожалуйста, Евровидение ведь, ну как же, нам так не хочется, чтобы при Натанияу было еще Евровидение в Израиле вообще, чтобы все было спокойно сделайте уже что проблема в том, что Хамас и исламский джихад не уверены, что они хотят идти так далеко потому что, во-первых, запасов оружия у них нету и они понимают, что ответный удар Израиля то есть Израиль тоже может выйти из себя и нарушить те хрупкие условия согласования, которые существуют вот, поэтому, на мой взгляд, сейчас не стоит придавать слишком большого значения грозным заявлениям террористов ситуация у них хуже с каждым днем хуже и хуже потому что каждый раз, когда вот они там пульнут ракету Израиль летит, уничтожает очередной склад с оружием у них становится этих ракет еще меньше то есть они все еще могут напакостить довольно сильно с другой стороны, мы понимаем, что что их возможности очень сильно ограничены и поэтому во многом их мощь это только в словах израильских СМИ левых, пытающихся их раздуть на самом деле, реально, конечно они сейчас, их возможности подорваны и все будет двигаться еще как бы в сторону того, что они будут слабее и слабее вот, я, на самом деле, если у нас есть немножко времени я хотел бы добавить несколько слов вот по поводу той темы, о которой мы до перерыва говорили о антисемитизме и о роли евреев американских и о ситуации, которая в демократической партии происходит можно? конечно, можно но прежде я хотел, вот наши радиослушатели, кстати, из Израиля напоминают нам, что сегодня 121-я годовщина со дня рождения Голды Мэйер и если вы можете несколько слов сказать о премьер-министре Голды Мэйер о ее роли в становлении государства о принципах как это принято сейчас говорить спорная роль и спорное отношение то есть, безусловно, Голды Мэйер это плоть от плоти израильского социалистического движения со всеми его отрицательными сторонами и очень много проблем Израиля было заложено социализмом Бен-Гуриона и его последователей в том числе Голды Мэйер, которая была премьер-министром Израиля которая много чего сделала в том числе и проблемного например, жилье с одной стороны, она действительно добилась того что Израиль расселил всех беженцев которых Израиль принял из арабских стран из стран, откуда люди бежали просто оставив все, буквально и они жили в палатках они жили в лагерях беженцев и программы государственного жилья в итоге, в общем-то эти лагеря беженцев были закрыты вот мы видим, как богатые арабские страны до сих пор воют и ноют что у них там какие-то сотни сто пятьсот тысяч миллиардов арабов, беженцев из Палестины где-то там живут и никак не могут их расселить Израиль в Израиле было восемьсот тысяч человек в сорок восьмом году принял Израиль два миллиона миллион арабов миллион евреев из арабских стран и всех расселил в течение нескольких десятилетий и роль Голды Мэйр как человека, который занимался этим социальным жильем она большая но при этом это социальное жилье стало затем вот эти вот районы социального жилья такими клоаками гетто где процветала преступность до сих пор это все существует которые превратились в грязные районы районы людей у которых не было никого будущего они не видели как выйти из этого так сказать из этой ситуации вот это все естественное продолжение вот такой социалистической политики при этом конечно надо понимать что Голда Мэйр которая была вот тем понятием левый персонаж так сказать она сегодня на сегодняшней политической карте она бы оказалась может быть даже правее Натаньяу вот поэтому это говорит еще о том насколько сдвинулся дискурс и насколько сегодняшние израильские левые они так сказать утратили национальные какие-то ориентиры то есть Голда Мэйр которая была плоти от плоти левой партии левой идеи она действительно была убежденная социалистка но при этом она была очень гордый национальный лидер и при всех своих ошибках безусловно я с большим при всех своих при всех ошибках которые я считаю она отпустила я отношусь к ней с большим пиететом так же как к Бет-Гуриону поскольку действительно это человек который делал все в интересах еврейского государства пусть даже иногда ошибаясь как мы сегодня понимаем исходя из ошибочных предположений ошибочной идеологии конечно да ее имя вписано в историю левейского государства мы вспоминаем ее с уважением и с почтением достойным этого лидера спасибо вот я сейчас в фейсбуке нашел сообщение портал дом израильский портал дом датка датил сообщает о том что насрало угрожает вторгнуться в галилею и уничтожит любые силы которые посмеют осмелиться войти в регион к чему бы это насрало как бы он путается в показаниях то есть с одной стороны он он как бы предостерегает израиль от того чтобы израиль не атаковал его в ливане а с другой стороны тот же сам говорит что вот он сам попытается захватить израиль тут тоже ситуация мы говорили подробно об этом мне кажется в прошлый раз хизбалла оказалась под очень жестким молотом санкций персонально плюс еще ее патроны иранские тоже под санкциями денег не хватает хизбалле нужно как-то оправдать свое существование в глазах ливанского населения а ливанские политики сегодня говорят давайте мы уже прочерщим границу с израиль фактически признаем как бы израиль и тогда у хизбаллы будет выбит ее аргумент о том что она является защитницей ливана от израиля что вот израиль вот-вот попытается проведет агрессию против ливана и только хизбалла готова спасти способно спасти ливан от израильской экспансии вот а если вдруг правительство ливана говорит давайте уже договоримся с израилем о границах израиль готов договориться так зачем тогда нужна хизбалла зачем все эти траты зачем эти финансовые сборы которые ложатся тяжелым временем на жителей ливана вот поэтому хизбалла сейчас в очень непонятной ситуации и это тоже так же как у хамаса такие попытки вскрики преодоления комплексов вот попытки доказать что они еще существуют и про них чтобы про них не забыли вот опасность существует безусловно и опасность начала войны с хизбаллой как так же как с хамасом велика к лету вот и хизбалла безусловно гораздо более опасный противник чем хамас вот но посмотрим как будет складываться ситуация в общем на мой взгляд вот как как с Кащеем смерть Кащея то есть смерть Ирана в яйце а яйцо то есть в игле а игла в яйце и это вот экономическая ситуация вокруг Ирана которая становится более и более хрупкой игла сломается и так сказать вся эта хамас хизбалла исламский джихад вся эта мафия рухнет вместе со своим Кащеем Ираном ну а теперь у нас еще осталось несколько минут вы хотели вернуться к теме евреев поддерживающих антисемитизм мы говорили о том гемпартия она все больше и больше ассоциирует себя с социализмом с прогрессивизмом с разрушителями семейных ценностей и для очень многих и как бы многие прогрессивисты и евреи они себя видят острием этого этого всего движения они на самом острие так сказать и ненависть к Израилю и ненависть к национализму и ненависть к семейным ценностям и прочее и прочее и для очень многих американцев как бы они видят что вот эти евреи они главное зло получается и и по сути дела так сказать как бы эти прогрессивистские евреи они обрушивают на остальное американское еврейство колоссальную проблему потому что в глазах людей которые видят что разрушаются семейные ценности разрушаются традиционные ценности все это под флагом так сказать еврейских активистов они будут выплескивать свое неприятие ненависть на тех евреев которые рядом это могут быть совершенно другие евреи те самые евреи которые сами страдают от этих попыток разрушить традиции традиции и национальные ценности И поэтому, на мой взгляд, для американских евреев очень важно было бы выступить против Демпартии, против прогрессивистских евреев и назвать вещи своими именами, сказать, прогрессивистские евреи, которые ненавидят Израиль, которые участвуют в акциях БДС, бойкота. Это не мы, а мы не они, и мы с ними ничего общего не имеем. И более того, на мой взгляд, возможно, что часть этих самых прогрессивистских евреев не осознает, что в Израиле есть закон о возвращении, который позволяет буквально каждому еврею получить израильское гражданство и приехать в Израиль, но не каждому. И если есть параграф в этом законе, который говорит, что если евреи выступают против еврейского народа, то ему в это правильное возвращение будет отказано. А это значит, что люди, которые сегодня бьются за бойкот Израиля, которые протестуют возле синагог, которые обвиняют Израиль в том, что государство партеида и геноцида — это ложь, это клевета, это поклёб, — это люди, которые своими собственными руками лишаются права на репатриацию. И если так случится, и волна протеста в Америке дойдёт до того, что этим людям придётся спасаться, то они не должны думать, они должны чётко понимать, что Израиль не будет тем местом, которое они будут спасать и защищать, тот самый Израиль, который они так ненавидят. И, может быть, стоит им уже сейчас напомнить об этом. Ну а американским евреям, на мой взгляд, очень важно было бы жёстко и чётко отделить себя вот этой вот самой прогрессивистской команды, которая на самом деле вот этим своим яростным радикализмом, она не только лишает себя, как бы отрезает себя от еврейского народа, но она ещё на еврейский народ навлекает очень-очень неприятные последствия, возможно. Ну и я позволю себе реплику уже по поводу наших предстоящих выборов. Несмотря на то, что академия, школа оболванивает, мидия, поп-культура, Голливуд оболванивает молодёжь, и поколение такое уже не первое потеряное, большинство как бы молодёжи готовы сменить капиталистический строй на социалистический. Похоже, что демократы уже проиграли выборы 2020 года по существующим правилам. То есть демократы наши не могут предложить идеи, за которыми пошёл американский народ, поэтому они предпринимают всяческие попытки, трюки с тем, чтобы изменить правила. И в частности некоторые голубые штаты, голубые в смысле те, которые поддерживают в большинстве своём демократов, начинают рассматривать законопроекты, по которым Трамп не может быть включён в избирательный бюллетень до тех пор, пока он не предоставит свои tax returns, то есть свои налоговые декларации. На самом деле, мне бы очень хотелось взглянуть на налоговые декларации тех политиков, которые десятками лет заседают в Конгрессе, придя туда, так сказать, скромными американцами, со скромным состоянием и на зарплату в 150 тысяч долларов стали мультимиллионерами. Вот на их налоговые декларации мне действительно хотелось бы взглянуть, но такие вопросы почему-то никогда не интересуют демократов и их сторонников. Дело в том, что вот как бы нам всё это в Израиле очень знакомо, и у вас масштабы, конечно, более, так сказать, они более грандиозные, но в общем ситуация с Натаньяо, она ведь очень похожа. То есть Натаньяо раз за разом подвергается всем мыслимым просто преследованиям и всевозможной клевете, и нам показывают на всех раскладах, что вот же, как бы большинство против него, а потом наступают выборы. Натаньяо побеждает снова и снова, и вот он уже, так сказать, пятое правительство создаёт, и его вновь переизбирают, потому что в итоге люди всё-таки как-то коллективный разум народа оказывается достойным. То есть людям после того, что говорят, я очень надеюсь, что, в общем, американский народ тоже, то есть не только вот ядро, ядро евангелистское, протестантское, которое, безусловно, как бы не видит другого вообще варианта, кроме как Трамп, потому что Трамп, это действительно их избрание, но и те люди, которые получили работу благодаря Трампу, которые увидели, как меняется инфраструктура американская, которые увидели политика впервые, там, не знаю, за десятилетия, который идёт по плану. Вот он сказал, он выполняет свои обещания. Александр, я вынужден прервать, поскольку наше время подошло к концу. Спасибо огромное и до встречи в следующий раз.